Сегодня на арене Химки борьба принципиальных соперников за прямую путевку в российскую премьер-лигу. Красно-черные принимают Волгоградский ротор. Команды расположены по соседству вверху турнирной таблицы и являются самыми атакующими в лиге. Химки и ротор больше все бьют по воротам, примерно по 15 ударов за матч. Впрочем, этот матч оказался исключением из правил. Первая половина встречи прошла размеренно. Команды играли в закрытый футбол, опасаясь допустить ошибку в обороне. И лишь изредка футболисты проверяли бдительность вратарей неопасными ударами. Игровое равенство пошатнулось в начале второго тайма. Волгоградцы открыли счет после стандарта. На 52-й минуте полузащитник Олег Олейник первым оказался на подборе и удачно пробил с линии штрафной в дальний угол. Спустя 8 минут футболисты ротора преимущество удвоили. После неочевидного нарушения Андрея Менделя на линии штрафной судья назначил пенальти в ворота Химчан. 11-метровый реализовал Мухаммад Султонов. В оставшиеся полчаса слабая реализация моментов помешала красно-черным изменить ход встречи. За всю игру команды нанесли в сторону ворот соперника не более пяти ударов. Из них только половина в створ. По словам главного тренера Химок, шансы на победу снизило и спорное судейство. 30 фолов у Химок против 14 нарушений со стороны ротора. Хочется поздравить ротор с выходом в премьер-лигу, потому что если в судействии ничего не изменится, они уже вышли. Потому что мы играли в гостях, что здесь очень сложно противостоять. Когда такое противодействие идет, мне сложно вспомнить и упрекнуть своих игроков в чем-то в действиях в обороне. Потому что кроме вот этого штрафного, с которого был забит гол и пенальти, моментов у наших ворот не было. У меня есть претензии к игрокам атаки, как и после ряда матчей, в которых мы не достигали результата. Потому что из трех моментов, из пяти метров, мы, конечно, нападающие должны забивать. Футболисты ротора сместили команду Андрея Тавалаева на третью строчку. Следующий матч в воскресенье 17 ноября Химки проведут дома с командой Чертанова.